Дания передаст Украине 45 танков, 15 единиц модернизированных Т-72 и 30 танков Леопард-1. По крайней мере, об этом сообщают датские СМИ со ссылкой на министра обороны Дании тролльца Лунда Пульсена. Покупает их Дания в сотрудничестве с другими странами, то есть это характер военно-технической кооперации в моменте помощи нашей стране. Решение о передаче 45 танков, оно прозвучало как раз в рамках встречи в формате «Рамштайн». Танки Т-72 украинские военные смогут применять сразу, а для Леопарда-1 экипажи должны пройти отдельную подготовку. Итоги встречи в формате «Рамштайн» показали расширенный характер военно-технической помощи Украине. Следует отметить, что кроме Дании, Германии и Нидерландов, которые заявили о передаче Украины дополнительных единиц бронетехники, министр обороны Соединенных Штатов Остин заявил о том, что украинская сторона уже в ближайшее время получит танки «Абрамс», тоже в количестве танкового батальона. Дания вместе с союзниками не впервые оглашает помощь Украине. Ранее Дания уже приобрела и передала Украине более 100 танков «Леопард-1» в сотрудничестве с Германией и Нидерландами. Начали с сентября первые 10 танков из 100 «Леопардов-1» уже прибыли в Украину. Если раньше Украина получала от союзников помощь в небольших количествах, то в последнее время помощь повысилась и теперь речь идет даже о батальонах. 45 танков – это танковый батальон. Таким образом, мы можем несложно посчитать, что благодаря кооперации западных партнеров, прежде всего, Дании, Германии и Нидерланда, украинская сторона получит до 4 танковых батальонов. Страны Запада за последнее время резко увеличили помощь нашей стране, что позитивно отображается на поле боя. То есть, своевременная передача бронетехники со стороны стран Запада резко увеличивает возможности вооруженных сил Украины проведения наступательных операций по нескольким участкам фронта одновременно. Либо она будет стоять в вопрос создания так называемого танкового кулака в качестве оперативного резерва Генстаба вооруженных сил Украины для решающего образка в моменте деоккупации украинских земель. На данный момент вооруженные силы Украины демонстрируют устойчивый характер продвижения на нескольких участках фронта одновременно. Среди них Бахмутское направление, Запорожская область, в частности продвижение в районе Работиного, Вербового и Новопрокоповки. И это, бессомненно, только начало. Украина обязательно отобьет все свои территории, которые у нее нечестным путем отобрала Россия. Субтитры создавал DimaTorzok